Минучку. Я хочу добавить, чтобы все понимали, откуда слово устойчиво взялось. Действительно, некорректно был перевод с английского состава, который пришел от канадских моряков, которые занимались выловом рыб. И означалось, что он навсего вылов ровно такого количества рыбы, который позволил бы данному косяку не просто восстановиться, а чуть-чуть даже увеличиться. И все. И отсюда у нас, поэтому в нашей стране, в этой среде интеллектуальной, вот такое непонимание. И все. Доклад мне, правда, очень понравился. Спасибо. Мы не приемлемо. Вот здесь, вот, видите, я руку держу. Пожалуйста. У меня вопрос такой. Вот вы закончили тем, что нужно идти в новом... Я вот начальник, кто со мной будет. В редакции должны быть бумагист, колеаз, там бумагин, христианство и справедливости. Но мне как раз и хотелось бы, понимаете, это спрятание проблемы в этих вот словах. Понимаете, в этих словах выделить то и на научной основе, и на общепонятийной. Какие же все-таки ценности здесь или понятия вы предлагаете положить в будущее устойчивое развитие. Потому что, сказав вот так, как это, вы ничего не сказали. Ну, все за справедливость, все за гуманизм. А что вы в это вкладываете? Если более конкретно, да, на понимание. Главное, главное выделить. Да, что, наверное, надо, чтобы все гармонично развивались. Не, ну опять, а что такое гармоничность? Гармоничность, да. Ну, что такое... То есть, чтобы все-таки честность населения, допустимо, развал. Опять же, что я... Понимаете, ну, я прошу, не надо уходить в слова права. Правда, это человечество решается. Одну секундочку, ну, послушайте, вы знаете вопрос, который занимает не одну, так сказать, не один человек, а сейчас, так сказать, философских рассуждений. Ну, ладно, тогда что такое гармоничность? Одну секундочку, одну секундочку. По слову развития. Мы будем говорить, что это еще на наступлении нашей жизни есть. Сергей Николаевич, вы за законодчика отвечаете, на понятие. У меня не касались проекта человека. Ну, понимаете, ну, это слова, ничего не значащие. Все-таки вы здесь люди, наверное, научные. Понимаете? Может, вопрос по-другому задать? Ну, давайте по-другому. Такого уплетающего социального неравенства, которое сейчас присутствует на этом докладе, много цифр здесь предъявлено, не вам, к сожалению, вслух привел. Что является... Ну, назовите критерием неравенства, в конце концов. Ну, например, вот, вы еще докладчики тоже что-то там говорили? Я и спрашиваю призыву, но тот же вопрос не получил ответа. Мы никто не можем ответить. Государство, которое... Значит, надо слова, которые понятны. Ну, еще по-иностранному давайте. Которые сочетают якобы социализм, коммунизм и конкуренцию, ну, как капитализм. То есть, вот, Швеция там приведена в Великобритании. Но, я что бы хотел сказать... Но если мы отказываемся от формационной парадигмы, зачем использовать эти понятия? Нет, я не отказываюсь. В этом смысле я оформационная парадигма. Не отказываюсь, а наоборот, говорю, что социалистическая и коммунистическая информация, она как бы должна произвести... Нет, на какой платформе вы стоите? А максимально вашей платформы... Социалистический, коммунистический выбор. Это формационная информация. Социалистическая и коммунистическая информация. Ну, это значит материализм, диалектический материализм, исторический материализм и политэкономия. Там было и духовное составляющее. Где там духовное составляющее? Религии нет так же. Но духовное, если произносят сотни слов. Было озвучено, неопределено, но вы тогда назовете. Я говорю, что вам ничего не понятно. Вы упустили неоднократно озвученный духовный компонент в виде религиозного христианского сознания. То есть, то, что вы называете пониманием, к сожалению, дело в том, что это тонкие, специальные, трясливые вопросы. Вопросы, предположим, справедливости. Слушайте, там десятки аспектов. Социологи, экономисты вам скажут совершенно разные ответы. Это вопросы уже международных групп. Я вас прошу сейчас не уходить вглубь этих тонких вопросов. Как вам, как философ, должны быть понятно понимание уровня методологии, понимаете инструментальной практики? Пожалуйста, вопросы на понимание. Нет, вопросы на понимание. И когда автор выступает, он может озвучить свою платформу концепции. Иначе мы на разных языках будем разговаривать. На каком языке он собирается свою концепцию изложить. И мы сразу настроимся. И тогда вопросов не будет. Учтем на будущее. Научный подход. Вообще говоря, все находятся в рамках русского языка сейчас. Давайте договоримся. И мы ждали в этих рамках. Давайте договоримся. Это одно вопрос и мы слушаем ответ. Справедливость, как понимается. Предыдущий докладчик говорил, что и богатые там богатеют, и как-то и бедные ничего. Но на самом-то деле реальные цифры, даже представители научных центров капиталистических государств сегодня показывают, что средний класс сокращается. Вот эта самая богатая прослойка, она все меньше и меньше процентов всего человечества по конкретным странам составляет. И при этом они все больше и больше долей, это богатая прослойка, а ее процент от населения того или иного государства или от всего мира сокращается. Почему этот процесс идет и в Бразилии, и в Швейцарии. У меня два. Один к Сергею, другой к тебе, если ты позволишь, он коротенький. Андрей, вот на понимание просто, вот в твоем понятии сейчас, какая есть куча разных там угроз и тому подобное, почему у каждого свои. В твоем понятии какая самая, ну, называемая, самая базовая, которая объективно просто сегодня висит над человечеством или над нашей планетой. Я думаю, утрата элиты связи с остальными человечествами, там, так же самое на уровне одного государства. Все окей, ответ получим. Сереж, буквально, я хотел спросить тебе, вот, когда у нас будет сегодня хоть маленькая какая-то дискуссия, когда можно будет высказать по поводу всего этого? Мы закончим самому нагаду и не приступим к дискуссии. Хоть по минуте. Отличая на ваш вопрос, вот та самая диаграмма, которую я, скажем, назначил в самом начале. Это называется вторичное исследование, деск-ресерч, то есть вторичные данные. Динамика в едином этапе исследования Швейцарского одного из Лидерского центра. Динамика структуры богатств по категориям супербогатые, сверхбогатые и бедные за 8 лет периода, который накрывает и предыдущую программу ООН до 15-го года, и программу ООН с 15-го по 30-й год, то есть текущего устойчивого развития, кавычку. Пожалуйста, что мы видим? Богатые все больше богатеют, бедные все больше беднеют. Ну то есть это, кстати говоря, я нашел форму визуализации, чтобы показать схему этой конфигурации, схему. Обратите внимание. Богатых очень мало, но они супербогатые. Бедных очень много, но они супербедные. Мы получаем ситуацию вот такую вот. Эта буква Т, она крайне неустойчива. И эта структура несбаланса, только нарастает. Это показывает, это не патетика, не эмоции, не справедливость беда грабленных. Это социально-экономическая метрика. То есть миллион долларов США на человека, значит, до полного человека в месяц, количество чужих уголовных. То есть эта деструктивная картина только нарастает. Поэтому нам нужно, чтобы с этой ситуацией делаться. И происходит это из действующих законов. Вопрос совершенно верно, поэтому еще другие ответы. А докладчику закончили с вопросами? Нет, нет, есть еще. Последнее, что вы говорили, если правильно запомнило, и меня мозги не забили. Значит, вы что-то упоминали по поводу христианства, православия. Можно? Да, да, христианство как православие, потому что уже... Нет, а можно узнать мнение, если оно известно вам, миллиарда мусульман? Нет, ну вообще, мы говорим и про красный проект. Если уж на то пошло. Он все-таки достаточно универсален. Он опять, наверное, не на 100% с этой категорией тяжело пужиться будет. Но, конечно, это условное христианство, потому что у ислама и у христианства, когда мы имеем под ним православие, есть общий корень авраамической религии. Это тоже гуманная религия, если мы не будем брать там какие-то салафитов и все такое, правильно? И большинство-то мусульман, они все-таки тоже в авраамической религии, близкой с православием. И там многие запреты те же действуют, да? Если мы будем брать салафитов, там другое дело. Если мы будем брать какие-то определенные протестантские динаминации, там тоже другое. Поэтому... Ответ получил. Да, вот ответ мой такой. Ответ получил.